Ох, уважаемые друзья, сегодня опять пришлось гоняться за нашими врагнами. Только вот зрители пишут в комментариях, мы тебе не друзья. Это видео было снято в Алтайском крае. Его автор не скрывает свою гордость по поводу того, что он задавил волка снегоходом. Теперь за такое дело нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Если человек вымещает свою злость, свою внутреннюю боль на тех, кто слабее, в данном случае на животных, то это связано с тем, что он просто по-другому не умеет работать со своими чувствами. И в большинстве случаев он даже не знает, что с ними нужно работать, что это какая-то проблема. А вот еще один пример, когда человек не знал, что нарушает закон. Хозяин привязал к рельсам своего пса по кличке Серега и ушел. Машинист поезда едва успел затормозить. Сейчас Серега уже нашел новых хозяев. Он свои года прожил. Сколько там штрафов? Много? До пяти лет. До пяти лет? Да, ничего. Уголовное дело. Новое дело, новый закон. До пяти лет лишения свободы не хотят. Хорошо, изучайте закон. Да. Так что зря вы, ребят. Ладно, извините. Часто проблемы с питомцами начинаются в тот момент, когда человек приносит животное в дом. Поэтому перед тем, как это сделать, нужно оценить все риски и избавиться от ложных ожиданий. Когда человек хочет взять животное, вот это нужно просто сразу забыть, что это животное будет таким, как он захочет. Нет, этого не будет. Просто сразу. Этого не будет. И второй момент. Вы не будете воспитывать свое животное, которое вы возьмете, каким бы вы его ни взяли, даже если это двухмесячный щенок. Вам придется меняться. Менять свою жизнь точно не хотели владельцы теперь уже всем известной китовой тюрьмы. В тесных вольерах содержались сотни косаток и белух. После того, как это получило огласку, животных начали спасать. Но реабилитация после проживания в подобных условиях займет не один месяц. Черное содержание, к сожалению, не редкость. Стоит вспомнить хотя бы приют Бана Эка в Вишняках, из-за которого в 16-м году животных буквально приходилось спасать от смерти. Позже всех животных раздавали в хорошие руки. В том числе и во время таких фестивалей, как Эхо Бана Эка три года назад. Было найдено порядка 45, я уже не помню, трупов, табак, кошек. Ну, как бы, очевидно, зверски убитых. Животные, которые были живы, они содержались в очень плохих условиях. То есть вместо корма они ели кукурузную крупу и как бы с известью в перемешку. Волонтеры сразу занялись их спасением. Но оказалось все не так просто. Они вывезли более 400 животных, но, к сожалению, выжили далеко не все. Многие собаки, многие кошки и щенки, они умерли от заглестованности, от антерита, от различных инфекций. Один из филиалов печально известного приюта находился недалеко от Подольска. Его освобождали одним из первых. Спустя три года здесь все официально. Деятельность спонсируется государством и поддерживается волонтерами. В приюте Щербенко находятся 1700 собак. У каждой из них своя история. Среди них есть и потерявшиеся животные, и пострадавшие от рук человека. Один из самых тихих жителей Щербинки – Алабай по кличке Алай. Несмотря на внушительный размер, характер у него довольно добродушный. Зла на людей он не держит, хотя в том, что он оказался на улице, по всем признакам виноват его бывший хозяин. Его левая лапа, она была просто как ласка вся, опухшая, с огромной раной до кости. Возможно, вылили кипяток, травмировали вот чем угодно, то есть врачи не могут определить, но это какая-то физическая травма, то есть это нанес человек. И хозяин, если его можно так назвать, он просто не стал лечить собаку, он просто влечил. Рану залечили волонтеры приюта, и сейчас Алай ждет нового хозяина. Со времен Бана Эко произошло множество изменений. Сейчас здесь 5 врачей, 3 фельдшера, заключен договор с госклиникой. Если что-то нужно, помощь оказывается, закупаются лекарства, то есть то, что было до 5 лет назад, а сейчас это не будет земля. Для тех, кто не может взять собаку домой, есть возможность стать волонтером. Чаще в подобные приюты приезжают на один раз, но некоторые остаются подольше. Вариантов работы много – уход за животными, помощь с перевозками или, например, выгул собак. Кто-то помогает кормами, кто-то лекарствами, кто-то помогает пиаром, рекламой. Все-таки, чтобы заниматься животными здесь, волонтерами, нужно быть, наверное, сильными, духовными тоже, да? Морально быть готовыми. Да, морально быть готовыми к этому, это точно, да. С недавнего времени за жестокое обращение с животными грозит уголовная ответственность. Но, по словам волонтеров, заметных изменений в жизни собачьей пока не произошло. Видимо, такие перемены зависят не только от внешних признаков. Для того, чтобы человек изменил свое поведение, ну, наверное, он должен полюбить, как минимум, какое-то животное, ради которого ему захотелось бы измениться. Или человека, который любит животных, и ему ради этого человека захотелось измениться. Задумались о следующем визите в приют Даниил Шишкин и Анна Кушвит.